Здравствуйте, Евгений Николаевич и Антон. Спасибо за стрим. Что Антон? Что Антон? Это мой стрим. Почему Антон? Я не понимаю. Евгений, подождите вам твое крайнее восхищение. Крайнее восхищение. Я преклоняюсь перед вами. Так, так. Евгений, расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к книге Ре Бребери в 451 градус по Фаренгейту, а также об авторе всего произведения. Так. Все, да? Ну, смотрите, вот честно скажу, я не люблю вопросы, когда вы требуете, ну, просите, требуете рассказать об отношении какой-то книги вам интересной, либо об авторе, потому что это некорректно сформулировано. У меня вообще может не быть никакого отношения, какой-то вам интересный, где-то вы увидели, там, скажите, лежит книга, либо какой-то автор. Вообще, может быть, никакого отношения, ноль. И с какой, собственно, стать? Хорошо, что, ну вот, хорошо, что какое-то отношение к Брэдбери и книге есть. Но, я повторяю, априори это невозможный заход на вопрос, невозможный. Может быть, очень, ну, вдруг вы, как бы вот, как-то вы что-то касались этой книги, тем вдруг, и тогда, если вам не очень скучно, не очень неинтересно, или интересно, вы, может быть, что-то скажете. Вот так надо заходить. Но не в кое-что еще расскажите про то, что вам интересно. Вам интересно, вы это и изучайте, понимаете? Так, по поводу Рэй Брэдбери и этой книги. Ну, прежде всего, конечно, Рэй Брэдбери – это чудесный, чудесный человек, организм, удивительный, с удивительной биографией, с очень интересным характером настоящим таким, и, понимаете, вот его жизнь такая, ну, как это сказать, ну, вот такой мальчик, вечно блуждающий в своих фантазиях до 91 года, и в трудах, описывающих эти фантазии. Это чудесно. Это, может быть, не все его книги, особенно такие, как бы, фантастические, мне интересно, фантастикой честно скажу, я не интересую фантастикой, для меня важна фантастика в реальной жизни, потому что реальная жизнь гораздо более фантастична, невероятно интересна, чем любые фантазмы и выдумки. Но вот у него, как бы, две стороны в литературной деятельности. Одна – это очень лирическая, личная, биографическая, которая блестяще сформулирована в «Вине из-за дуванчиков», а другая, такая более, ну, что ли, деланная, более придуманная, сконструированная, но тоже мечтательная, так или иначе, это его фантастические произведения, фантастика, причем не научная фантастика, он отказывался от того, что это научная фантастика, он говорил о том, что это как мифы Древней Греции, его изобретение, и во многом это правда. Так вот, значит, и 451 градус по Фаренгейту – это антиутопия. Ну, антиутопия – это описание чего-то очень плохого общественно-политического, что не должно быть, с чем надо бороться, в отличие от утопии. И там описывается фашистское общество, тоталитарная система, где уничтожаются книги. В общем, это то, что человечество не первый раз переживал, и то, во что мы вляпались опять, потому что сегодня снова уничтожаются книги и запрещаются, и чудовищные преступные законы, там какие-то книги, вы знаете, оплетать в какие-то обертки, чтобы там не было что-то видно и так далее. Это все тоталитарная система, это все должно быть запрещено на мировом уровне. И моментально надо устранять, так сказать, режимы правительства, где происходят тоталитарные системы, но это отдельная тема. Короче говоря, книга о тоталитарном обществе во многом предсказывает, что происходит сейчас. Книга очень в этом смысле важная, но почему мне это не очень близко? Потому что это фантастическая такая публицистика. и для меня роман, роман, повесть, билетристика вообще как жанр – это наслаждение текстом и чувством, понимаете? Ну, это, ну, как вам объяснить? Я по смыслу все понял. Вот тоталитарное общество там уничтожает книги, это очень плохо. Все, три фразы. Мне достаточно. А меня интересует другое. Меня интересует чувство, эстетика, красота, повороты жизни, вот это, то, что есть у Шекспира, то, что есть у Стендаля, у Сомерсета Мойма, у, ну, в Теннисе Уильямсе, Жанна Кокто и так далее. Вот этот мир реальных чувств, ну, может, такого фантастически талантливо написанной. И вот Рэй Брэдбери, который на самом деле, он был невероятно плодовитый писатель, потому что он был трудяга. Он считал, что труд облагораживает и помогает, и лечит, и так далее. Он писал серии книг и пьес, он писал для Хичкока, он писал для телевидения, он писал для регулярных театральных постановок и так далее. Это было все очень качественно, но это, конечно, не могло все так запомниться, каждая книга не может быть шедевром, но он был большой трудяга, в этом смысле молодец. И плюс к этому он не был леваком, он понимал опасности, он понимал опасности вот этой псевдотолерантности, он был против этого, тоже в этом смысле молодец, он был оригинал, был оригинал, был трудяга. Кстати, вот на пенсию он не вышел даже после инсульта, потому что он лет там 77-79, он оказался в инвалидном кресле после инсульта, еще 12 лет прожил. И работал, работал, писал, писал, встречался и так далее. Он про пенсию не вякал, как эти ублюдки во Франции, которые перекрывают дороги и аэропорты. Это чудовищно. Что они делают? Он трудился, потому что вот он был настоящим человеком, личностью. Это так важно, вы себе не представляете. Работать, трудиться и не быть частью ублюдского коллектива, который только просит каких-то государственных денег. А никаких государственных денег не бывает, бывают только деньги налогоплательщиков, тружеников. Ну вот, и Брэдбери, который очень остро понимал вот эту ситуацию опасности несвободы личности, потому что он был личностью, он понимал, что вокруг со всех сторон есть вероятность наступления тоталитарного подхода к жизни. Вот это он описал, объяснил, рефлексировал и одновременно предсказал. Вот сегодня мы сталкиваемся как раз во многом с этим. Плюс, конечно, он и говорил о техногенной катастрофе, грядущей она и наступила. Но он чудесен. И в чем, я сказал, такой мальчик, такой человек из детства. У него всегда есть надежда. Вот он, у него, в его даже антиутопии есть надежда. Во всех его романах есть надежда. Что, кстати, не всегда реалистично, это, кажется, есть фантастика. Потому что реальность, вот я смотрю, там надежды не так много. А он человек надежды. Ну, а если говорить о нем, о моем отношении к нему, он удивительное, конечно, существо. Тяжелое. Ну, не то тяжелое, а необычная биография. Потому что он, его юность попала на Великую депрессию. Не было денег. И он не мог поступить в колледж. Не мог обучаться нормально. Но, нормально как, примитивно, банально. Но, как он замечательно сказал, он окончил библиотеку. Потому что он работал физически. Но 2-3 дня в неделю ходил в библиотеку и читал книги. Много лет. И, как он сказал, он окончил библиотеку. Поэтому, потому что он пошел своим путем, он стал великим человеком, великим писателем. Если он просто там отсидел где-нибудь в колледже, то он стал бы как, ну, где-нибудь там, в итоге, никем бы, серой мышью остался бы. Вот и все. Вот так. Вот так, наверное, так. Это такой мальчик, фантазирующий мальчик, который желал всегда вернуться в детство и там погулять или в других мирах. Ему здесь было неинтересно и неромантично в этом обычном мире. И он почему много трудился, уже имея колоссальные ими и деньги? Потому что он вот создавал этот мир, понимаете? Он уходил в тот мир. Это очень приятно и очень важно. Кстати говоря, он был очень переводим и любим в СССР, в России, потому что, поскольку он не затрагивал темы как раз чувственные и политики реальные, описал о нереальном, это его прикрывало. Это его прикрывало. Да, от разных статей в Уголовном кодексе, от политики, от запретов цензуры в СССР, это его прикрывало. Потому что где-то там что-то плохое, вот в капиталистическом мире, в капиталистическом фантазийном космосе, там какие-то антиутопии, у нас все замечательно. И вот он критикует, как бы, это же там он критикует, а не здесь, хотя книги запрещали в СССР. Вот, ну вот, поэтому здесь ему немножко в этом смысле повезло. Вот, ну так, замечательный фантазер, да. Но я повторюсь, если его романтическая сторона мне близка, то я к любой фантастике отношусь, ну, как с общим интересом, но очень спокойно. Очень спокойно, честно. Мне это понятно, мне это слишком понятно. Понимаете? В искусстве должно быть настолько виртуозно, блестяще что-то создано, чтобы непонятно, как это создано. Не в смысле что-то нелогичное, непонятное, а непонятно, как это достигнуто, такое фантастическое впечатление, такое мастерство в театре, в кино, в бокале, в живописи. Понимаете? Вот тайна мастерства. То есть создание текста, образа, в данном случае писательского. Ну вот так. Да, да, дальше. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова